Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мне хотелось представить вам программу профессиональной переподготовки, которая получила название «Организация образовательного процесса в среднем профессиональном образовании для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Но что следует, прежде всего, сказать, что данная тема является крайне актуальной, поскольку профессиональная ориентация и трудовая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья являются очень серьезной проблемой в настоящее время. Трудоустройство лиц из числа инвалидов требует серьезной проработки на уровне государственной политики. И, естественно, первичным этапом их трудовой адаптации является сам образовательный процесс, то есть обучение их специальности или профессии. Поэтому данные функции, возложенные на образовательные организации, выставляют к ним очень серьезные требования на современном этапе. И в ходе нашей программы мы конкретно коснемся непосредственно именно тех требований, которые предъявляются к образовательным организациям. Мы отметим наиболее важные и наиболее актуальные направления трудовой деятельности, которые наиболее востребованы работодателями в настоящее время. И, естественно, будем говорить о том, каким образом необходимо организовать образовательный процесс для различных категорий, что является немаловажным, поскольку различные категории с различными заболеваниями требуют как непосредственно различного, ну, скажем так, уровня оснащения для освоения той или иной профессии, специальности, но и в том числе различных методов, что самое важное, педагогических методов, которые позволяют усваивать, осваивать образовательную программу наиболее эффективно. Также следует сказать, что в нашей программе особое внимание уделяется непосредственно практической части обучения, то есть организации производственной практики для данных категорий лиц. Мы будем говорить с вами о механизмах социального партнерства, что является несомненно важным в трудовой адаптации для данных лиц, о взаимодействии социальных партнерах, о формах взаимодействия, о тех рисках, которые могут возникать. Таким образом, в ходе освоения данной программы вы получите исчерпывающие знания, касающиеся обучения, именно профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. А я благодарю вас за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok